Мне, конечно, говорили, что а что ты хочешь от бюджетника, хочешь хорошую камеру, покупай там флагман за 50 тысяч. Да нахрен это надо? Всем привет! Сегодня будем говорить про Nokia 5. Это мобильный телефон из высшего бюджетного сегмента или низшего среднего сегмента. В общем, это смартфон. Он отличается тем, что он работает на голом андроиде. Я этот телефон приобрел в сентябре 2017 года. Я с ним хожу уже, ну, получается, с сентября сейчас январь, ну, почти что полгода. И у меня уже появилось какое-то объективное представление об его реальных плюсах и минусах. Сегодня буду говорить, стоит ли его покупать, какие у него реальные есть плюсы, какие есть реальные минусы. И немножко отвечу на комментарии, которые я прочитал на своем основном канале. До этого мобильного телефона у меня был айфон пятый. Айфон пятый восстановленный. Он мне очень даже нравился. Единственная его проблема была в том, что он был восстановленный. И поэтому спустя гарантийный срок он начал очень быстро сыпаться одно за другим. Там было очень много проблем. В итоге он не прослужил даже и года. Вот. И встал вопрос о приобретении нового смартфона, который был бы недорогим, но в то же время который был бы хоть чем-то лучше, чем старый айфон пятый, к которому я привык. Нокио 5 я взял в основном из соображений эстетических. То есть его дизайн абсолютно классический. Он выглядит строго, аккуратно. И мне понравился именно вариант в черном цвете. Бывает Нокио 5 там в различных синих цветах, в различных каких-то, по-моему, там какой-то медный цвет есть или серебристый. В общем, есть варианты раскраски на разный вкус. Значит, если в двух словах, то в целом мобильник меня устраивает. За полгода он не разбился. То есть я его таскаю без чехла. Он несколько раз не очень удачно падал дома, на пол. И в целом никаких особых повреждений на нем нет. Сзади начали выпадать буквы. Я поближе потом его покажу вам. Ну, в общем, здесь есть Нокио надпись. Она, в общем, сделана не в качестве гравировки. Она сделана в виде букв, впечатанных в гравировку, на двусторонний скотч. В общем, это очень дешево, когда на мобильном телефоне у тебя начинают выпадать буквы. Это выглядит очень дешево. То есть в этом отношении немножко как бы есть недоработки по качеству. То есть изначально телефон выглядит просто шикарно из коробки. Но ты его таскаешь полгода, у тебя выпадают три буквы. И у меня вместо Нокио сейчас просто No. И отдельно Kia. Ну, я потом покажу, как это выглядит. В общем, экран большой, достаточно яркий. У него есть небольшие засветы. По краям это особенность ESP или EPS матрицы, как она там называется. Вот. Это заметно только если ты будешь ночью смотреть что-то на тёмном фоне. Да, это будет заметно. Но у меня что-то подобное было на мониторе с такой же матрицей. То есть я так понимаю, что это особенность этой матрицы. Сам экран достаточно яркий. То есть когда ты не в солнечный день, а обычный день. Вот как вот сейчас, допустим, выйдешь на улицу, можно выставить яркость на максимум. Меня устраивает яркость. То есть размер экрана удобный. Сам смартфон не слишком большой, не слишком маленький. То есть экран реально удобнее, чем, допустим, тот же iPhone 5. Потому что здесь экран больше 5 дюймов. Вот у меня здесь iPhone 5s, мамин есть. То есть он заметно меньше и заметно менее удобен. То есть после iPhone 5 или iPhone 5s вот такой большой экран реально оказался удобней. Здесь нет механической кнопки. Здесь сенсорная кнопка с вибромотором. Я к этому какое-то время привыкал, потом привык. Вот. Экран вообще нормальный. Проблема этого экрана в том, что если трогаешь этот экран мокрыми руками, то все глючит, принять звонок почти нереально. То есть если ты в душе, то как бы принять просто входящий вызов, это целая история. Еще бывает, когда задеваешь вот экран вот краями пальцев, то срабатывает сенсор, и в итоге он может неадекватно себя вести. Ну, в целом, экран да и экран. Нормальный экран, особых нареканий нет. Мне не понравилась камера. Я ее назвал в своих обзорах никакой, на что было немало критики. Вот люди спрашивают, что лучше взять, Nokia 5 или iPhone 5 SE? Ну, и у того, и другого варианта есть плюсы и минусы. iPhone 5 SE будет однозначно лучше по камере. По батарейке Nokia 5 будет лучше. По удобству работы Nokia 5, пожалуй, тоже лучше, потому что экран большой, с него удобнее элементарно читать. Можно более крупный шрифт сделать, чем на iPhone 5. Вот человек пишет, что здесь типа вспышку низко опустили. На мой взгляд, это не важно, потому что камера здесь некачественная. Хоть что говорите, фото и видео получаются некачественными. Так что мне, конечно, говорили, что а что ты хочешь от бюджетника, хочешь хорошую камеру, покупай там флагман за 50 тысяч. Да нахрен это надо? То есть за 13 тысяч я его брал в том году, я бы хотел было не то, чтобы камера была шикарной, но я хотел, чтобы она была нормальной, хотя бы не хуже, чем в iPhone 5. Мне писали, ты что, дебил? То, что ты сравниваешь iPhone 5, типа бывший флагман Apple с Nokia 5. Я сравниваю мобильники iPhone 5S или iPhone 5 с Nokia 5, потому что они на момент записи обзоров стоили одинаково. Поэтому я их и сравниваю. Так вот, в iPhone 5 и особенно в iPhone 5S камера намного лучше, чем в Nokia 5. Я даже делал сравнение на вот этом втором канале, поищите, совсем недавно выходило такое сравнение. Там четко видно, что видео на iPhone 5S значительно лучше, чем на Nokia 5. Значительно лучше по качеству. Также человек пишет, что из реальных плюсов это хорошая автономность, быстрая зарядка. Кстати, насчет быстрой зарядки у меня он что-то быстро не заряжается. Не знаю, или у меня шнур бракованный оказался, или у меня что-то с ноутбуком, но, в общем, быстрой зарядки я чуть не увидел. Но люди пишут, реально, многие мне писали, что у них эти Nokia 5 заряжаются там за полтора часа буквально. У меня он заряжается долго, я не знаю. Скорее всего, у меня какой-то или брак, или глюк, не знаю. Или с USB портом что-то, или с проводом. Что касается автономности, да, автономность есть. Целый день довольно активного использования реально держат. Если вы не активно пользуетесь, то, может быть, хватит и на два дня. Здесь, по-моему, стоит около 3000 мАч. Это в два раза больше, чем в том же iPhone 5. Швея Мобайл пишет. Обзор от потребителя я все понимаю, но человек сильно отстает от времени от рынка ИТП. Нет, я не отстаю от времени от рынка ИТП. Мне нужен был смартфон, который будет реально мне помогать, допустим, отвечать на почту быстро, отвечать быстро заказчикам. Мне нужен мобильник, который был бы не слишком дорогим, и выглядел бы прилично, и не был бы совсем убогим, как самая дешевая модель. И из этих соображений я и взял Nokia 5. Зачем мне, допустим, покупать дорогой смартфон с хорошей камерой, когда у меня, допустим, своя фотокамера есть для съемки видео, которая стоит больше 50 тысяч вместе с объективом? Я просто смысла в этом не вижу, потому что любой, даже самый дорогой смартфон, все равно никогда по качеству фото и видео не сравнится с зеркалками, с фотоаппаратами, профессиональными видеокамерами и так далее. А если учесть, что у меня руки кривые, я могу свой мобильный телефон потерять, уронить, утопить в унитазе, просто разбить, как это случилось с iPhone 5, когда я подскользнулся после пробежки в подъезде и выронил его с высоты двух метров, он разбился в дребезге. Вот, именно поэтому я хотел что-то недорогое, но более-менее прилично. По поводу глюков, я опасался, что Android будет глючить. После Apple, конечно, мне обратно не хотелось перебираться на Android, потому что мой прошлый Android смартфон Samsung Galaxy S2 был просто отвратительным, он очень сильно глючил и тормозил. Здесь, по большому счету, особых тормозов и очень сильных глюков не замечено. То есть, бывает, да, включает туго дома, бывает. И у меня возникла проблема с получением SMS. Реальный глюк, который бесит очень сильно в этом смартфоне, это проблема с приемом SMS. Я не знаю, что с ним такое. В общем, после первого обновления Android, то есть, вот из коробки все идеально работало, когда я обновил Android, через несколько дней я заметил, что когда я с кем-то переписываюсь по SMS, до меня SMS иногда не доходит. Я поставил внешнее приложение для работы с SMS, оно называется HeadSend.com. Вроде бы SMS-ки стали доходить, но все равно иногда они не доходят, а иногда они доходят по три раза подряд, одна и та же SMS-ка. В общем, какие-то глюки есть в Android. И в Apple iOS у меня никогда такого не было. То есть, в общем и целом, смартфон нормальный, глюков особо нету, но то, что в 2017, 2К, 2018 году у нас до сих пор получатся такие легкие проблемы, баги с SMS-ками, это дико, потому что самые древние кнопочные телефоны никогда с SMS-ками не глючили. То есть, я грешу либо на обновление операционки, которые я делал, либо на какое-то стороннее приложение, которых я поставил немало. То есть, что-то здесь не так с SMS-ками. Вот. Ну, SMS-ки легко заменяются с помощью WhatsApp, так что ничего страшного, в принципе, в этом нету, но мелочи неприятные, я бы так сказал. Ну, тут вот человек пишет, что купили жене, сначала тормозил, хотел отдавать назад, но обновили до Android 7.1.2 и начал работать. Google Android все равно тугой, не знаю, за что его любят. Ну, не знаю. В общем, у меня изначально все нормально работало, я бы не сказал бы, что Google Android совсем тугой, но, допустим, когда открываешь камеру, хочешь что-то сфоткать, что я не делаю, потому что камера тут мерзкая абсолютно, она бывает задумчивая. Вот я сделал, да, вот прошло несколько секунд, то есть секунды две, наверное, она тупила. То есть смартфон нельзя назвать быстрым, нельзя назвать абсолютно стабильным, но работать можно, вот я бы так сказал. Дальше, допустим, есть еще глюки, допустим, Сбербанк Онлайн, я поставил сюда, он через раз вылетает. Приложения Госуслуг через раз вылетают, то есть на iPhone 5 такого не было. iPhone 5 это модель пятилетней давности. Ну, давайте не будем Apple идеализировать, потому что, допустим, те же iPhone, после, допустим, очередного неудачного обновления iOS, тоже бывает начинают глючить и тормозить. Сергей пишет, тусклый экран, даже при максимальной яркости, качество фото не понравилось. Еще один человек пишет о том, что фото не понравилось ему, качество экрана ему не понравилось. Ну, меня качество экрана устраивает, кстати говоря. Мне самое главное, чтобы он не разбивался без чехлов, без защитных стекол. Ну, я думаю, его все равно не стоит ронять, даже если у вас чехол есть или нету. Есть тут горелый глаз, нету горелый глаз, все равно ронять не стоит, потому что все современные смартфоны со стеклами, они бьются. И даже самые дорогие. Так, еще тут были интересные комментарии, и будем закругляться, наверное. Я не планирую сильно затягивать этот обзор. Вот обзор, стоит ли брать Nokia 5 в 2017 году. Тут человек пишет, ты сравниваешь смартфон с ценой за 12 тысяч рублей, с iPhone за 20 тысяч. Ты дурак? iPhone 5s и Nokia 5 на сегодняшний момент все примерно одинаково. И другой вопрос, что iPhone 5s сейчас в продаже сложно найти новый. Не совсем корректно думаю сравнивать камеру флагмана, пусть и устаревшего, с бюджетником. И вижу, понятно, что iPhone 5 будет снимать лучше. Для бюджетного смартфона Nokia 5 вещь нормальная. Цена, конечно, соглашусь, немного завышена, но у нас со временем немного опустится. Что ты пристал к их камере? Это бюджетный смартфон. Нет, это не бюджетный смартфон. Можно взять смартфон почти что с такими же характеристиками от Xiaomi, как он там, Redmi Note 4X, или как он там называется, в два раза дешевле на AliExpress. Так что за 13 тысяч, то, что я его взял в связном, я не считаю, что это совсем уж дешево. То есть, если бы это был смартфон за 6 тысяч и с такой вот мерзкой камерой, я бы забил болт, честно говоря. Я бы ничего от нее не ждал. Здесь же производитель заявляет 13 мегапикселей, заявляет, что камера отличная. Но в целом, из плюсов у этой камеры я могу назвать только то, что у нее угол широкий. Он реально широкий, и это может быть удобно в некоторых случаях. Вот. Но как он снимает фото, и особенно как он снимает видео, даже при солнечном свете, мне не понравилось. Макс говорит, что про зарядку в 5-6 часов это ложь. У меня такой родной заряд, с родной зарядкой заряжается за 1 час 40 минут от 15% до 100%. Я рассказываю свой опыт. У меня он быстрее заряжается. Проблема либо с кабелем, либо с моим USB. Я бы точно не знаю. Сергей спрашивает, может, вот скажете, в iPhone 6 16 гигабайт камера лучше, чем на Nokia 5? Я могу сказать, что даже на iPhone 5 камера будет лучше, чем на Nokia 5. Денис пишет, что аппарат шикарный, сборка материала, качество сборки, все на высоте. Да, вот с точки зрения качества материала, с точки зрения качества приема связи, передачи голоса, к Nokia 5 нет никаких претензий. Все тут отлично. Человек пишет, ты дебил, там камера 13 мегапикселей. Ну, тут видно, что парень молодой и совсем еще, может быть, в школе учится. Короче, парни, смотрите, если на камере написано 13 мегапикселей, это вовсе не значит, что там высокое качество съемки фото и высокое качество съемки видео. Более того, если мегапикселей слишком много на маленьком сенсоре, это означает, что будет больше шумов, это означает, что меньше света будет на каждую точку приходить. И для вот такого маленького сенсора на 13 мегапикселей, наоборот, это может быть избыточным. И производитель, да, заявляет 13 мегапикселей. И производитель заявляет хорошую съемку при ограниченном свете. Я же вам говорю, что ожидать хорошего качества фото и хорошего качества видео от этого не стоит. Макс пишет, камера охрененная. Ну, нет, нет, она не охрененная. Мастер Снейк пишет, полный хлам за свои деньги. Нет, не полный хлам за свои деньги. Нормальный смартфон. С Санин пишет, а поподробнее про камеру факты, реальные выводы, никудышная камера и все, это бабка на рынке, так можно сказать. А ты вроде себя экспертом позиционируешь. Так, пацаны, я себя экспертом не позиционирую. Я просто рассказываю свои впечатления. Я отдал свои 13 тысяч, я говорю, что я от камеры ожидал чуть-чуть большего. Кстати, наушники, которые шли в комплекте, были, ну, честно скажу, их еще не использовал, они у меня где-то в шкафу лежат, но на вид очень дешево смотрятся. Дмитрий говорит, и это реальный отзыв, ни при железо ничего не сказал, как процессор себя ведет, ни слова, конечно, потертости по углам, это очень важно. Дмитрий, смотри, разницы особой нету мне, лично, как потребителю, какой тут процессор, сколько у нее там оперативной памяти, какая разница. Важно, что глючит, не глючит, можно работать, нельзя работать, то есть, можно ли его рекомендовать друзьям, или нельзя его рекомендовать. Я вот в игры не играю на смартфоне, мне важно, чтобы я мог, допустим, прочитать почту, чтобы я мог зайти в WhatsApp, чтобы у меня ничего не зависало, чтобы, скажем, допустим, если я какое-то приложение ставлю в интернет-банк, чтобы оно не вылетало, как со случаем со Сбербанком онлайн. Мне хоть сколько гигов памяти тут будет, если Сбербанк онлайн вылетает, он вылетает, это значит, что телефон работает не идеально, далеко не идеально. По характеристикам могу сказать одно, то, что 16 гигов встроенной памяти маловато, реально маловато, то есть там 8 гигов занимает операционка, несколько гигов сразу займут приложение, которое вы поставите, потому что каждое приложение там 200-300 мегабайт занимает, и 16 гигов памяти, они, ну, как бы маловато, вот честно, надо 32, вот по-моему, версии с 32 нету. Из особенностей могу также отметить, что здесь есть поддержка двух сим-карт и возможность расширять память с помощью microSD, как бы карточки. Также имеется сенсор отпечатка пальцем, которым я не пользуюсь, и в общем и целом смартфон годный, хороший, но с оговорками, что есть кое-какие недостатки, о которых я сегодня и рассказывал. Давайте я вам его покажу поближе немного, и будем закругляться на сегодня. Смартфон таскаю без чехла, без каких-то защитных устройств, и вы можете видеть, что, ну, есть какие-то царапины, видны отпечатков пальцев, есть вот этот вот эффект, то, что, видите, Nokia, как бы, ну, три буквы выпали, у меня NO и IKEA, как бы две буквы. Вспышка светит очень ярко, здесь ничего плохого не скажу. Вот, ну, в целом, мобильник хороший, хорошая лопатка. Мне, конечно, радует то, что ёмкая батарейка, яркий экран, слишком уж серьезных глюков нету, как я опасался, через полгода. И до сих пор, вот полгода прошло, он работоспособный, он совсем уж прям не висит, совсем уж прям не глючит, есть проблемы там с некоторыми приложениями и с смс-ками, но в целом меня устраивает. То есть, как бы, такой серьезный аппарат, то есть, его как бы не страшно взять с собой в карман, там, положить с ключами, поцарапать, потому что стоит он все-таки не так уж и дорого, но, ну, как я говорил, есть какие-то недостатки, на них я обратил внимание ваше. И, знаете, если бы он мне не понравился, я бы его бы себе не купил бы. Но я его себе купил, именно потому что он мне и по дизайну понравился, и по характеристикам он меня устраивал. Вот, просто у меня были завышены ожидания по камере, у меня были более высокие ожидания по, допустим, по стабильности с какими-то приложениями. Здесь есть какие-то недоработки, но если Nokia будет продолжать в том же духе, то ее смартфоны будут пользоваться спросом, я так считаю. Вот, если будете думать, брать ли этот смартфон в 2018-2019 году, то, да, можно брать, но за 13 тысяч, конечно, дороговато, так что ищите подешевле, тысяч за 11 я бы его взял бы. В принципе, нормально. Вот, к сожалению, у меня опять камера расфокусируется. Ребят, если вам понравился этот обзор, ставьте лайк. Здесь я старался сохранять объективность и не пытался слишком сильно обругать телефон или, наоборот, его идеализировать. Я пытался рассказать, как есть. И, кто считает, что обзор купленный, продажный, идите все в баню. А на сегодня все, жму руку, увидимся в новых видосах. Давайте, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok